Четыре привычки, которые бесят собеседника в разговоре. Мы почему-то раздражаемся, когда кто-то рядом чавкает, кряхтит и странно себя проявляет, но держим себя в руках и не реагируем, если человек разговаривает как-то так, как нам не нравится. И есть целый список вот таких смертных грехов речевых, которые нас подбешивают. Но мы же интеллигентные люди, мы молчим и все держим в себе. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, от каких речевых привычек важно избавиться, чтобы вас любили, с вами хотели общаться и вы, конечно же, никого не бесили. Итак, начнем с того, что хороший собеседник в первую очередь должен, простите мне это слово должен, но это так, уметь не только красиво разговаривать, но и слушать. Красиво, вдумчиво и задавать правильные вопросы. Подвесим пока эту идею в воздухе и пройдемся по основным привычкам, которые тико раздражают людей. Первое – это тупые, идиотские, некорректные вопросы. Но в стиле часики тикают, а когда за первым, случился первый, а когда за вторым, или когда замуж, а когда будешь худеть. И с одной стороны, нам всегда неловко, мы не знаем, как на это ответить. Но мы же не можем сказать человеку, слушай, человек, ну ты ведешь себя как идиот, мне некомфортно. А может быть и можем, это всегда вопрос личного комфорта, когда вы ртом, русским языком или иным другим говорите. Я не хочу говорить об этом, мне это некомфортно, больше меня об этом не спрашивайте. Но если сложно, слэш, если вы хотите выгулить своих демонов, вы можете вступить в эту игру. И, например, на вопрос, ну когда, когда же у тебя свадьба, вы ответите, в субботу, что в эту, нет, ну в какую-то, пока не знаю, ну точно в субботу. Или если кто-то выдает комментарий по поводу вашей внешности в стиле, ну что ты вырядился, выглядишь как бомж, я сама в шоке вообще. И это не совсем логичная реакция с вашей стороны, это не то, чего ждет комментирующий или вопрошающий. Но, будем честны, вам задают такие тупые вопросы вовсе не для того, чтобы получить на них ответ. А для того, чтобы сказать, я молодец, видишь, я вот и замужем, и женат, и уже дети есть, а ты все еще никак. Ну в стиле, когда ты похудеешь уже сколько можно. Слушай, я знаю, что для этого вообще-то надо много ходить, но меня мой мужчина на руках носит, все как-то вот, ну не до этого. Пауза. На этой паузе можно красиво уходить, взяв свой кофе, и больше к этому волшебному токсичному человеку не возвращаться. И теперь самое время спросить, а какие вопросы раздражают вас от близких, от далеких, от недалеких людей? Что вот прям бесит? Напишите, пожалуйста, и укажите, как вы реагируете, потому что может быть никак, вы просто раздражаетесь и копите это. Вторую речевую привычку, которую дико бесит людей, можно условно назвать «я-звезда». Ну не я, а говорящий. Это когда человек уделяет огромное количество времени расписыванию того, какой он удивительный, замечательный, и какой у него опыт. И вывешивает все свои медали, вы знаете, такой шарпей-чемпион, он медальки вывесил, и на ней идет ими бряцает. И да, с одной стороны, очень сложно соблюсти баланс между самопрезентацией для того, чтобы выдать полезную и важную информацию о себе, и тем, чтобы не перегнуть. Но в этом и есть мастерство человека говорящего. Как так не задавить тем, что «а я», «а вот у меня», «а пять лет назад», «а вот я ездил, обучался там-то», «а я», «а я», «а я». Это не очень корректно. Во-первых, потому что людям, может быть, и нечего вам ответить, у них нет такого богатого опыта, и они начинают чувствовать себя некомфортно, где-то ущемленно, где-то ущербно. Зачем? Ключевая идея и суть коммуникации – сделать так, чтобы всем было приятно, легко. Поэтому ваша основная задача, если вам необходимо рассказать о себе, сделать акцент на то, чем вы можете быть полезны этим людям. Я напомню, самопрезентация – это не история про вас, это история про тех, с кем вы сейчас общаетесь. Чем вы можете быть полезны в рамках того, что вы умеете, того, что делаете хорошо – этим конкретно взятым людям. Поэтому поменьше «а вот я», «а вот я лучше по версии своей мамы» и далее, далее, далее. Всегда есть с кем сравнить. И да, всегда найдется кто-то, кто умнее вас. Поэтому осторожнее с этим. К сожалению, часто бывает так, что из-за неуверенности, из-за малого опыта вам неловко поставить точку и намекнуть человеку о том, что, ну, его too much, его слишком много. И если вы хотите здесь и сейчас, что называется, на дому и по фотографии проверить и протестировать уровень своей собственной уверенности, то проходите по ссылке в описании под этим видео. Я для вас приготовила тест. И, ответив на несколько вопросов, вы поймете, что у вас с уверенностью, где она проседает, а главное, получите от меня рекомендации, что с этим делать, чтобы в жизни, во всех сферах жизни, чувствовать себя максимально комфортно и уверенно. Более того, люди в кавычках «звезды» обладают еще одной не очень приятной привычкой. Как только они перестают говорить о себе, то есть как только самая интересная часть диалога заканчивается, они теряют интерес ко всем. И если вы начинаете о чем-то рассказывать, они смотрят в телефон, на часы, куда-то там, им скучно, и они проявляют это всеми возможными способами. Ну, как же, ну, здесь же главный человек я, ну, давай я еще раз расскажу о себе. Поэтому отслеживайте. Если вы видите, что человек ведет себя таким образом, для вас это должно быть прекрасным и четким маркером, что в следующий раз вы не будете тратить свое время на общение с ним, потому что он не заинтересован в диалоге. Он исключительно про монолог, чтобы вывесить медали и сказать, а вот он я, такой молодец. Третий смертный грех человека говорящего – это сумбур в речи, путаница, слова-паразиты, множество разных деталей. Допустим, вы научились слушать, с этим все окей, но потом вы начинаете разговаривать, и вы хотите рассказать обо всем, потому что считаете важным любую деталь. И то, в каком платье вы пришли на это свидание, и то, какие цветы вам подарили, или какого цвета цветы вам подарили, и то, что вы ощутили в этот момент, и в этой связи вспомнили какую-то киноленту итальянского режиссера, и, о боже мой, стриптиз чувств. Это все очень здорово, но тогда вечер, вечеринка, день рождения, встреча превращается в театр одного актера. У меня есть одна прекрасная знакомая, которая именно так себя ведет. Она при этом очень красиво разговаривает, она сама очень красивая. И каждый раз это на 15 минут тишина. Ну, вернее, тишина для всех, а для нее это минута славы, просто стендап. И мы уже послушали, мы уже прониклись, мы хотим как будто бы перевести разговор, но нет, тема еще не раскрыта. Мы ее любим, она классная, поэтому мы ее не прерываем, мы привыкли к ее этой особенности. Но если вы только-только входите в новую компанию, пожалуйста, уберегите себя от этого. Следите за деталями, которые будут интересны вам и вашей маме. Почему? Потому что для ваших слушателей в диалоге важна не только ваша история, но и их реакция. Вот это, о, удивление, а задать вопрос, а уточнить, а где-то не согласиться. Тогда эта конструкция живая. Мы все-таки не любим монологи, если это не театр, и уж тем более, если это общение в баре за семейным столом. Поэтому здесь нужно быть крайне внимательным, а для этого надо смотреть на людей. Потому что в большинстве своем мы допускаем эти речевые огрехи, когда отвлеклись куда-то, вот смотрим в потолок, в небо, задумчиво закуриваем сигарету. Все, это наша сцена, люди где-то там в сигаретном дыму. Мы в процессе, в потоке, в ресурсе, в моменте, и где-то там еще модно пребывать. Но когда вы смотрите в глаза человеку и видите, что он уже вышел, и он не с вами. Так, ребят, что-то я заговорился. Давайте-ка вернемся. Петя, расскажи, а как ты? И это будет правильно. И может быть вы и есть тот самый друг, который начинает говорить, которого не остановить. А может быть у вас есть знакомые, которых очень сложно прервать, и они экзальтированно уходят вот в эти театральные процессы. Напишите, как вы с этим справляетесь, особенно если это близкие люди. Сложно же? Четвертый смертный грех говорящего человека – это бугнёж. Монотонная речь. И здесь очень обидно, когда у человека от природы приятный голос, но говорит он так, что просто хочется вздернуться. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если бы его речь можно было изобразить темп, высоту, паузы, акценты как кардиограмму, то это была бы ровная сплошная линия. Может быть пиумс, какой-то всплеск. В большинстве своем эта речь воспринимается как вяло текущая масса, как кисель. И с одной стороны человек говорит медленно и даже членораздельно, а с другой вас эта патока настолько как осу, как пчелу в себя вбирает, что очень сложно понять, о чем он сейчас разговаривает. И здесь проблему, а это большая проблема, можно было бы решить работой с интонацией. Вот у нас есть восходящее, вот у нас есть нисходящее. Здорово, когда есть разнообразие. Да, но человек этим, к сожалению, не пользуется. Или добавлять паузы. Или играть с громкостью речи, с акцентами и так далее, и так далее. В общем, этим абсолютно точно нужно заниматься, иначе вы рискуете попасть в черный список университетских преподавателей. Ну, у всех у нас они были, которые открывают свои желтые тетрадки, нудные, и ду-ду-ду-ду-ду начинают кого-то отпевать. Ох, это не место и не время. Поэтому, опять-таки, обращайте внимание на обратную связь, чтобы понимать, человеку зашло или нет. И, может быть, нужно в моменте переключиться и встать, заварить чай, задать вопрос, добавить какую-то активность, которая позволит человека из этого болота, эмоционального в том числе, вытащить. Потому что что происходит с нами, когда мы находимся в компании человека, который ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду? Мы его зеркалим, мы эмоционально заражаемся его состоянием, и сами становимся вот такими гундящими, вялотекущими, а мы себе такие не очень нравимся, правда? Поэтому то мы и перестаем с этими людьми общаться. То есть, может быть, мы не скажем об этом глаза в глаза. «Слушай, ты такой монотонный и нудный, я не буду с тобой дружить». Но в следующий раз, если вас пригласят куда-то в гости, и вы будете знать, что этот человек там, вы скажете «О, не-не-не-не-не, смотри, дракон, мне очень надо бежать куда-то, у меня много домашних дел». И вы туда больше не придете. И уж тем более, если история касается публичных выступлений, вам категорически нельзя бубнить. Ну, бубнящий спикер убивает свою аудиторию. Во второй раз к вам никто не придет. Ни платно, ни бесплатно.